Продолжение следует... 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 Вот тоже дает по-настоящему мода человеку, если он в этом процессе участвует. Я понял. Извините, пожалуйста, я перебью вас. Вот говорят, по одежке встречают. Можно русского всегда определить по одежке? Раньше было легко очень определить. Я помню, мы даже в 60-е годы, у нас была такая, даже в 50-е годы, когда я был студентом в институте, у нас был такой сатирический театр моды, где мы показывали русские туристы за границей. Мы надевали габардиновый плащ, надевали шляпу на уши, укороченные брюки. Из которых торчали носки и стоптанные ботинки. Женщина также в габардиновом плаще, какая-то шляпа сдвинутая или берет. Обязательно носочки с туфлями и авоська у руки. Вот такой был синтезированный образ русских 50-х, 60-х годов. Сегодня резко все изменилось. С одной стороны, очень упростилась толпа в Европе и в Америке. Если мы долгие годы мечтали вырваться из вот этой коммунальной одежды, из одежды, которая делала нас всеми одинаковыми, то сегодня Запад к этому пришел, потому что джинсы, куртки, майки, это стало униформой мира. И сегодня на этом фоне новые русские выделяются, потому что они устали от этой одежды. Не конкретно этой, а от одежды типовой, такой что ли, стандартной. И поэтому они более элегантные, они более приподняты, более напыщены, более чрезмерны. В проявлениях своих соответствовать моде. Поэтому, если Запад редко кто одевается чисто по моде, а вносит все время какие-то коррективы, кто, как говорится, в этом потоке участвует, я не говорю об общей массе, то русские, наоборот, они стараются, чтобы это все, вот новые русские, они стараются так шиковать, покупать одежду от самых дорогих имен, там, не знаю, чтобы было качественное, но все равно при всем при этом существует какое-то чувство стандарта. Если и Армания, то у всех Арманий. Если там, не знаю, вот сейчас пошла новая волна увлечения Версачи, сдержанные мягкие по утону, там опять-таки, то все пошли по Версачи. То есть, все равно в сознании русского человека вот это стремление одинаково все равно существует. Потому что, если человек, ты выделяешься из толпы, значит, ты не модный. Значит, понимаете, что-то такое в тебе, как говорится, отсутствует вот эта общность общины, то есть, одинаковость мировоззрения. Если есть бабки, ты попадешь только в самом дорогом магазине, приходишь, говоришь, вот, смотри, какое у меня кольцо от Версачи, там, 100 баксов, вернее, 100 тысяч баксов купил и так далее. То есть, вот этот знак нового русского, он сегодня очень характерен и является достаточно отличительной чертой, поскольку сейчас, бывая за рубежом, я встречаюсь с массой с иностранцами, и у них уже складывается впечатление о наших новых русских людях, которые безалаберно, как бы, бросают деньги на ветер. Ну, это наша натура, типично русская. Даже когда у нас мало, мы все равно стараемся все отдать, но чтобы отшиковать, так, по большому счету, один раз, а потом зубов на полке. Вот это, пожалуй, одна из характерных черт русских людей. Я считаю, что это черта положительная, как ни странно, потому что меня не устраивает, мне очень не нравится, как ведут себя многие иностранцы, в частности, французы, да и не только французы, а немцы и многие другие. Вот эта скупость и какая-то фальшивость и убогость во многих своих проявлениях, неискренность, нет этой широты. То есть, вот это то, что заставляет меня постоянно возвращаться к себе домой. Я знаю массу недостатков у наших русских и вообще русских людей. Мы какие-то очень странные, не похожи ни на кого. Вот я говорю, что я 50 лет практически никуда не выезжал, вот сейчас я стал выезжать. Я все чаще себя ловлю на мысли, Господи, быстрее бы отсюда уехать, быстрее бы домой, потому что только здесь я чувствую себя вот как бы среди своих, среди людей, которые я понятен и мне понятны, которым я могу что-то сказать, что-то подарить, что-то сделать. И даже мои не всегда, может быть, положительные, как говорится, проявления, даже в своей профессии, они, как говорится, не воспринимают или осуждают и так далее, но все равно это как бы свои люди, понимаете? У нас нет этой злобы, у нас нет, как бы сказать, вот такой, я говорю о своей профессии. Мы можем там завидовать, как многие сейчас молодые, там завидуют, но жестких проявлений, таких жесткой агрессии, все равно это я не наблюдаю. Нет такой изощренной, что ли, мести. И мы более открыты и действуем всегда более открыто. То есть, если мы с ним и говорим, вот я лично себе могу сказать, если мне человек не нравится, я ему прямо в лицо скажу, что мне не нравится, я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо, он может был бы смолчать, но я не могу себе это не скажу, я буду себя чувствовать очень нехорошо, потому что я не могу лицемерить, я не могу с ним потом общаться, если я к нему питаю неуважение и какую-то неприязнь. Я должен это сказать, пускай ему будет плохо, я буду себя чувствовать нормально, потому что это его же право, как со мной дальше вести. Я высказал свои отношения. Вот это тоже, пожалуй, характерная черта русских. У нас нет иезуитства, у нас нет этого лицемерия с улыбкой, так улыбаться и тут же ненавидеть. Есть, конечно, как говорится, мы все не беззвязаны, там есть хорошие люди, и у нас огромное количество плохих людей и так далее, но вот эта вот безалаберная бесшабашность, широта в своих проявлениях у большего количества людей, это, пожалуй, одна из характерных черт русского характера. А возвращаясь еще раз к русской моде, ну, наверное, она более, как сказать, щедрая, потому что мы вообще по натуре очень щедрые люди. Если мы талантливы, то безмерно талантливы и ничего не копим на будущее. Мы все пытаемся сейчас отдать, обворовывают нас идеи, да, ну, хрен с ним, пускай обворовывают, не жалко. Новое будет, у нас нет этого страха. То есть мы ничего как бы не перепасаем, может быть, это и неправильно. И, наверное, они больше правы, потом они живут по-другому, а мы вот сегодня все хорошо, а завтра все хреновы зубы на полке и опять тяжелая жизнь. Но мне кажется, что в этом, в этих контрастах, в этих каких-то удивительных несовместимостях человеческих черт характера есть вот эта вот особенность русской души и русского человека. Мы терпим до последнего. Я думаю, что уже многие на нашем месте взбунтовались уже давно при такой жизни, в которой мы сегодня живем, потому что выезжаешь на Запад, там постоянно демонстрации, по любому поводу, вот по такому поводу, но уже демонстрации. Мы же задыхаемся, огромное количество России живет в нищете. Я вот выезжаю своим театром по России, мы смотрим, и при всем при этом, при этой нищете вот есть какая-то поразительная тяга к красоте, тяга к познанию чего-то, то, что от них как бы далеко, но желанно. Вот это желание иметь мечту и жить мечтой какой-то, может быть, даже неизбыточной. Вот это, мне кажется, тоже одна из удивительных черт души нашей. Так вот, я говорю, возвращаясь к тому, что вот выезжаем к своим поездкам с театром, мы встречаемся с людьми, которые живут в тяжелейших условиях, пора, пора езжать даже нечего людям. Но они приходят на эти спектакли, они получают там такое вдохновение, они подходят после этого, они встают, скандируют, они там говорят потрясающие слова, и думаешь, боже мой, не зря живешь. Потому что, как говорится, вот эти мгновения, которые я испытываю после каких-то встреч, этих больших показов, я понимаю, что они, может быть, никогда этого носить не будут, и точно не будут, но вот тот мир, в который я их приглашаю, тот миф, который я создаю средствами искусства одежды, миф мечты несбыточной, он привлекает, он просветляет души, и от этого, мне кажется, им становится лучше, потому что, когда они подходят, говорят, вы знаете, вот после вас выходить на улицу страшно, потому что опять попадаешь в бытовуху, опять попадаешь в проблемы, а хочется здесь долго жить, вот вместе, рядом, в этой красоте, красивые люди, красивые одежды, музыка, пластика, все это так вдохновляет, и так думаешь, ну почему же и мы не можем так? Но при всем при этом, вот знаете, что замечательно, что нет злобы, вот они заражаются, не говорят мне, зачем ты приехал, нас уже от нечего, ты привез свои там эти всякие красивые шмотки и прочее, нет. И вот это тоже черта очень интересных людей, когда они соприказаются с прекрасным, они не озлобляются, а просветляются, потому что Россия, это, мне кажется, все-таки душа мира, как бы нам тяжело не было, сколько мы испытаний принесли вот за этот период, за 20-й век, а смотрите, самородку все не уменьшается, людей талантливых становится не меньше, все больше и больше, смотрите, как тяжело жить сегодня, а сколько огромное, а какое огромное количество людей в театрах? И театры процветают вновь, как говорили, что вот театры погибнут. Я вот хожу в консерваторию, слушаю эти великолепные, как говорится, и классические, и современные произведения, я вижу, какие толпы людей, желающих попасть в консерваторию, какое огромное количество людей в театрах, в концертных залах, люди тянутся к свету, люди тянутся к красоте, и вот это вот духовное начало, пожалуй, это и есть тоже очень важный фактор. Потому что когда вы приезжаешь в Европу, там уже вечером практически все пустые улицы, на улицах никого нет народа, либо они сидят в кафе, либо в каких-то маленьких барах, там пьют, там пиво, там распевают песни, но вот разговариваешь о культуре, а спрашиваешь, вот вы это знаете, это знаете, практически мало кто знает даже свою культуру, свою историю. У нас, наоборот, у людей тяга к этой существует, хотя в последнее время в связи с совсем критическим положением, я считаю, как говорится, в нации, когда гибнет производство, когда люди, огромное количество людей, остается без работы, когда у тебя, как говорится, на твоей шее семья, дети, которых надо кормить, одевать, воспитывать, естественно, как бы чуть-чуть отодвигается момент познания, то есть чтения и так далее, люди пытаются каким-то образом заработать, спекуляция стала как бы неотъемлемой частью нашей жизни. Я помню, в 40-е годы, после войны, когда мы там существовали в черный рынок, там милиционеры гонялись спекулянтов, а сегодня все спекулируют. Это стало называться бизнесом, и все этим живут, все считают, что бизнес занимаются, ну это классно, ты молодец, бизнес, это кайф, это то, чем надо сегодня заниматься, чтобы выжить. Хотя это самая настоящая спекуляция, я покупаю одного за 5 рублей, продаю другому за 10 рублей. Я ничего не делаю, я только стою на улице и продаю. Но это вот характерная черта, которая, мне кажется, пришла к нам с Запада. Мне так кажется, потому что там все спекулируют, только другое название. У нас в стране как-то этого не было, мы стыдились не работать, мы стыдились бездельничать, и понятие безработицы не существовало. Сегодня как-то все так привыкли к тому, что можно не работать, зарабатывать деньги любым путем, воровать, убивать, насиловать, ну любым образом добывать бабки абсолютно незаконным путем, и существовать, и жить, и радоваться. Пожалуйста, посмотрите наше высшее решение на власть, что творится. То есть это совершенно абсолютно откровенное обворовывание вообще нации. И все хорошо живут, и все нами руководят. В общем, очень, конечно, я, может быть, ушел в другую какую-то сторону, но поскольку я человек своей земли, своего отечества, и я прожил всю жизнь здесь, и прожил самые тяжелые периоды жизни, и не скурвился, не сломался, но это благодарение Божьему, вероятно, только лишь. Вот. И безумно люблю свою землю, и людей своих. Я счастлив, что я здесь живу, и мне говорят, ну почему ты туда не уедешь? Ты бы там, в общем, жил и работал, и вообще проблем нет. Не могу. Без проблем жить невозможно. Вот проблемы нужно создавать для того, чтобы постоянно преодолевать. В этом я вижу осмысленность бытия и радость жизни. Достаточно? Продолжение следует...